Сочный AMOLED дисплей с частотой обновления 90 Гц, стереозвучание, быстрая зарядка и аккумулятор 5000 мАч, камера 50 Мп, процессор Snapdragon 680, сканер отпечатков в удобном месте, разъем для наушников и современный стильный внешний вид. Это не полный список всех преимуществ нового смартфона Xiaomi Redmi Note 11, который приехал ко мне на обзор. Добро пожаловать на канал China Production и пожалуй начнем. Итак, приехала посылочка за 15 дней, ссылки на проверенного продавца и магазин будут внизу под видео в описании. Давайте будем скрывать и разбираться. Телефончик у меня в сером графитовом цвете, 6 ГБ оперативки и 128 встроенной памяти. Давайте посмотрим комплектейшн. Кстати, коробочка какая-то такая дешманская, но если честно, лучше так, чем вкладывать во все эти пластмассовые модные с магнитиками дизайнерские коробки, при этом экономить на телефоне. Powered by Redmi. Ну, да, конечно. Здесь такой вот у нас пенальчик есть. Открыв его мы видим скрепку для лотка сим-карт, а также муколотурку. Быстрый старт. Что-то у нас русский язык. Русский язык нет. Вижу румынский. Вижу украинский. Русского нет. Дальше. Вот у нас гарантийный талон. Какая-то бумаженция. Сертификат соответствия. Вот что круто, друзья. Отсюда начинается уже крутизна. Это чехольчик халявный. Кстати, неплохого качества. И почему это круто? Да потому что пока вы закажете там какие-нибудь модные, свои любимые, на ваш вкус чехлы, то на первое время использования этот чехол ваш телефон, конечно же, защитит от падений, от царапин и так далее. Действительно неплохое качество. Тут даже есть такой вот хлястик. Закрывает разъем Type-C, чтобы не попадал туда мусор. Дальше. Сам телефончик. Он в такой вот пленочке модной, на которой есть Information. Название модели. Snapdragon 680. Это процессор. 90 Гц Full HD Plus AMOLED дисплей. Адаптер питания на 33 Вт и поддерживает быструю зарядку. В телефончике установлен аккумулятор на 5000 мАч, а также есть камера на 50 Мп. Снимаем эту пленочку. Здесь она, блин, как-то так вот приклеена. Ну, неплохо все это выглядит. Красивенько. Ну и, собственно, вот, друзья, сам телефончик. Что хочу сказать. Очень удобно лежит в руке. Это не лопатафон. По сравнению с моим 9 Pro от OnePlus, посмотрите, какая разница. Он и чуть-чуть уже, и короче. Блок камер смотрится очень круто. Один такой огромный глазок камеры и четыре симметричные. Кстати, корпус, друзья, это пластик. Но, блин, если честно, мне пофиг. Всю жизнь ношу телефоны в чехлах. Ну и какой толк, что здесь у меня стекло. Скажите, пожалуйста, один раз в месяц я вытаскиваю его, протираю, вставляю обратно. И я не вижу эту красоту в том, что здесь стекло. Здесь грани такие более-менее прямоугольные. Если честно, это смотрится как-то необычно, потому что все эти замыленные формы уже надоели. А это что-то такое свеженькое. Вообще, в первые впечатления у меня очень довольно-таки положительные. Цвет интересный. Строгий такой, мужской. Ну и давайте попробуем его запустить. Ну и, как обычно, пошла вся эта движуха. Первые настройки пропустить. Ввести там какие-то данные. Все это, друзья, быстренько я пропущу. Итак, что мы видим? Видим дисплей, AMOLED. Но пока я ничего не понимаю, нужно добавить яркости. Заходим в настройки яркости, добавляем. О, уже другое дело. Кстати, что-то я здесь не вижу плавности 90 Гц. А, потому что у нас тут настройка на 60 Гц. Давайте переключим ее на 90. Ну, мы же хотим плавность, правильно? Так, что тут у нас? Вот, смотрите, другое дело. Плавность появилась. Хотя, это наверняка немножко больше будет разряжать аккумулятор. Но, блин, это же круто. Посмотрите, работает реально как ипфон. И тут какое-то обновление у нас прилетело. Компания за этим следит и постоянно что-то обновляет. 13-я версия стабильная. Загрузить. Но это мы позже сделаем. Ну что, друзья, общие впечатления о телефоне приятные. Экранчик хороший. Сам телефон очень шустрый. Все работает довольно-таки быстренько. Ну и давайте посмотрим дальше, что тут у нас есть. А здесь у нас есть хороший-таки зарядный блок. Такой массивный. С такими вот параметрами. 5 вольт 3 ампера. 9 вольт также 3 ампера. 12 вольт 2 и 25 ампер. 20 вольт 1 и 35 ампер. И максималка, друзья, 11 вольт 3 ампера. То есть максимальная мощность 33 ватт. Учитесь, Самсунги и айфоны, которые вообще не вкладывают зарядные устройства. Также здесь есть кабель USB Type-C на USB-A. То есть в этом наборе есть все необходимое для того, чтобы взять и начать пользоваться этим телефоном. Даже на экране заклеена защитная пленка. Да, она дешманская, надолго ее не хватит. Но тем не менее, вы берете телефон, у вас есть зарядка, у вас есть кабель, у вас есть халявный чехол. Кстати, давайте примерим, посмотрим, как он выглядит. И всем этим уже можно пользоваться. Вот так он, друзья, встал. Телефон в руке стал ощущаться более уверенно. Ну и, конечно же, это еще и дополнительная защита. Бортики на чехле выше основного модуля, камер на 1 мм. То есть можно свободно класть вот таким вот образом и вы не поцарапаете линзы. И что я хочу вам сказать. Предлагаю вам сходить на кухню, заварить чаек, приготовить бутерброды и продолжить смотреть детальный обзор на этот замечательный аппарат. Линейка Redmi Note всегда была у Xiaomi очень популярной. Так как за адекватные деньги ты получаешь годный аппарат с хорошим функционалом и автономностью. Note 11 также постигла это участь и даже более того, вкусностей стало еще больше. Давайте разбираться. Поговорим о внешнем виде. В целом, смартфон выглядит очень даже современно, стильно и не сразу понимаешь, что вот эта часть сделана из пластика. Телефон у меня в сером цвете. Также существует еще и модель голубого цвета и бело-фиолетовый градиент. Если честно, меня не сильно напрягает, что вот эта часть пластиковая. Потому что всегда все телефоны я ношу в чехле и пусть будет там пластик, стекло, металл. Блин, без разницы. В любом случае этого не видно. Скажу даже больше. Пластик, он более практичный. Так как при падении у него шансов больше выжать, чем у стекла. Поликарбонат это гибкий материал. Он также устойчив и к царапинам. Единственная проблема, которая может быть с таким вот покрытием, это то, что к нему активно липнет пыль и всякий мусор. Потому что это пластик. Грань также у нас сделана из пластика. И как видим, она плоская. То есть телефон такой, как бы получается, кирпичик. То есть до сих пор все телефоны были полукруглыми краями. И в руке он ощущался как кусок мыла. А этот телефон ощущается в руке как кусок кирпича. Но это благородный кирпич, потому что он тонкий. Толщина составляет у него всего лишь 8,1 мм. Ну а размеры ширина 73,9 мм и длина 159,9 мм. Масса 179 грамм. Все это вместе делает телефон очень комфортным при использовании. И за счет этих плоских грани ты ощущаешь что-то новое. То есть мы привыкли всегда к чему-то такому плавному, скошенному. Потому что наверняка уже все поняли, откуда сяомисты черпали дизайн этого нового смартфона. Кстати, задняя поверхность, она такая интересная. Как бы немножко переливается, как градиент. Неплохо смотрится современно. Такое что-то типа закос под металл. По сборке в принципе все окей. Ничего не лифтит, не скрипит. Ощущается телефон такой монолитный. Единственное, что я заметил. Вот если провести так вот пальцем, так вот давить активно. То прям реально чувствуется, как вот здесь процессор. Где-то здесь у нас анализ, а дальше идет аккумулятор. Крышка очень тонкая, потому и он собственно и сам тонкий телефончик получился. Но вот это вот пальпация. Такое ощущение, как будто ты пришел к медику на прием. И он там щупает твои органы внутренние. Так и у меня получается. Крышка реально тонкая. Если вот тут надавливать, то видно, как она продавливается в этих местах. Но опять же, меня это не парит, потому что телефон в принципе всегда у меня в чехле. Да и без чехла, друзья. Блин, я просто сейчас придираюсь. И реально его можно использовать без чехла. Он не сильно скользкий. И за счет этих плоских грани он в руке как-то более надежно удерживается. В общем, по эргономике, друзья, я поставил бы ему твердую девятку из десяти. Смотрится телефон очень современно, стильно. И в руке также лежит очень приятно. На крышке также расположился блок камер. Если посмотреть на него внимательно. Основная камера на 50 мегапикселей, она огромная. А дополнительные модули, они меньше. Но если присмотреться, то что вам напоминает этот блок камер? Мне, например, сразу ассоциации с какой-то плитой электрической. Потому что все идет на одном уровне. То есть, какая-то стеклянная поверхность. И здесь есть такие четыре модуля, типа какие-то комфортки. Также на крышке есть надпись Redmi и еще какие-то там технические надписи, как обычно пишут на телефоне. На правой грани смартфончика расположился слот. У него есть, как обычно, две nano-SIM карты, а также слот для расширения памяти. Сейчас такое вообще редко встретишь. Обычно даже у флагманов отсутствует слот для расширения карты памяти. А он здесь есть, пожалуйста. Разве это не круто? Если присмотреться внимательно, здесь присутствует уплотнитель. То есть, такая вот силиконовая резиновая прокладочка. Это говорит о том, что смартфон имеет защиту по уровню IP52. Защита от пыли и также от брызг. То есть, если вы попадете под дождь, то ему это не страшно. На нижнем торце расположился отверстие микрофона. Разъем для зарядки Type-C и решетка динамика. На верхнем торце также отверстие под дополнительный микрофон. Инфракрасный датчик для управления техникой. Решетка под дополнительный динамик. И, о чудо, друзья, разъем MiniJek 3.5. Кстати, забыл сказать, эта поверхность активно собирает отпечатки пальцев. Ну и на правом торце расположилась качелька громкости и кнопка включения, разблокировка экрана. И тут же встроен сканер отпечатков. И я считаю, что это прям суперудобная опция. Потому что, сколько я использовал смартфонов. Например, мой основной телефон OnePlus 9 Pro. И посмотрите, где он находится у него, сканер отпечатка пальцев. Где-то, блин, внизу его засунули. То есть, палец должен тянуться прямо в самый низ. Не совсем это удобно. Если бы он был чуть-чуть повыше, то да. А так, смотрите, где они его расположили. Но в этом варианте прям все идеально. Палец автоматически ложится на кнопку. То есть, мы прикасаемся, телефончик разблокируется. Даже не нужно для этого нажимать на кнопку. Просто прикасаемся и он разблокируется. Работает, кстати, сканер очень быстренько. И всегда безошибочно. Считаю, что это лучшее решение положения сканера в телефонах. Раз поговорили о безопасности, кроме этого можно задать, конечно же, пин-код. А также разблокирует телефон с помощью передней фронтальной камеры. Распознает, в принципе, нормально. Даже в головном боре. Но если стоит одеть очки, то все, телефончик вас уже не узнает. Ну и на передней основной части телефона расположился сам дисплей. Он занимает практически всю поверхность. Внизу есть вот такая вот борода. Ну и как известно, если есть борода, то она тебе скажет да. Вверху мы видим фронтальную камеру и сеточку под разговорный динамик. Основным параметром всех смартфонов, я считаю, это дисплей. Потому что мы постоянно смотрим в этот дисплей наиболее, так скажем, популярная часть смартфона, который мы используем. Поэтому у меня всегда к этому повышенные требования. И здесь, в данном случае, с этим аппаратом все идеально. С недавних пор Redmi Note начали устанавливать AMOLED дисплеи. Данную модель также постигла эта участь. Здесь установлен AMOLED дисплей с разрешением 2400 на 1080 пикселей. Плотность пикселей 409 ppi. Яркость 700 нит и 1000 пиковая. Дисплей прикрыт защитным стеклом Gorilla Glass 3 поколения. Сказать, что дисплей хороший, ничего не сказать. Потому что помимо того, что он AMOLED, так еще сюда добавили плавность. То есть частоту обновления экрана 90 Гц. Если зайти в настройки экрана, то можно, конечно же, здесь ее увидеть. Единственное, непонятен один момент, почему они не сделали автоматический вариант. То есть адаптивную частоту обновления, когда сам экран подстраивается под ваши нужды. То есть когда вы листаете интерфейс, в это время он может отдыхать. А если когда вы смотрите какой-нибудь видосик, то в это время он должен быть задействован. Что сказать? На глаз действительно разница чувствуется. Например, если зайти в настройки, то видно. Вот сейчас вот 60 Гц. Видим, что прокрутка немножко такая не плавная, а рваная. Меняем на 90. И видим, что, о чудо, плавность появилась. Может быть вам на экране этого не видно? Потому что все это, конечно, передается через камеру. А вот вживую смотрится довольно-таки круто. Но, как всегда, есть какой-то косяк. Например, если зайти в браузер тот же, да, открыть любую страницу. И посмотрите, друзья, как он жутко лагает и тормозит. Ну, она сейчас, конечно же, прогружалась. Сайт этот тяжелый. Но все равно я не вижу той плавности, которую я хотел бы здесь видеть. Какие-то все равно есть фризы. Не знаю, почему они появляются. В принципе, процессор позволяет всему этому работать плавно. Но есть такое понятие, как оптимизация. Поэтому на эти 90 Гц не сильно надеетесь. Да, интерфейс плавный. Все четко работает. В настройках все классно работает. Но некоторые приложения все равно есть такие микрофризы. Вы должны это знать и быть готовым к этому. Вот смотрите, видите, как тормозило. Открыл Play Market. Это же родное приложение. И оно пык-пык-пык-пык. И все. Ну, а дальше уже стабилизировалось. Есть такой вот недочет. Что касается самого экрана. Он действительно яркий, сочный. У него хороший запас по яркости. Если убрать в минимум, то, смотрите, практически он полностью затемнился. Ну и где эта настройка? А, вот нашел. То есть, смотрите, какой запас по яркости. В минус и в плюс. Конечно же, присутствует шим. Вот сейчас наверняка хорошо видно. И я посмотрел в настройках дисплея. Я искал никакого DC-димминга здесь нет. Это, на мой взгляд, минус. У кого паранойя насчет этих мерцаний AMOLED-овских, то, друзья, вы наверняка будете разочарованы. Мне, если честно, все равно. Меня не парит. У меня три смартфона были с AMOLED-дисплеями, которые не имели функцию DC-димминга. И не сказал бы, что у меня как-то устают глаза. Или я потерял там 20% зрения. Ничего такого я не заметил. Это, в принципе, еще надо доказать. По настройкам в экране еще можно поменять тему. Это очень круто, потому что это AMOLED-дисплей. А во всех AMOLED-дисплеях я использую всегда темный режим. Это существенно экономит энергию. Почему так происходит? Да потому что такая технология у AMOLED-дисплеев, что здесь, когда черный фон, то пиксели не работают. То есть они отключаются полностью. В отличие от IPS-экранов, где там кристаллы перекрывают белый цвет. То есть подсветка у IPS-экранов постоянно активная. А их перекрывают черные кристаллики. Поэтому там потребление больше. Здесь же в AMOLED-дисплеях потребление меньше. Если посмотреть в полной темноте, то смотрите, видно, как IPS-матрица подсвечивается там, где черные участки. А AMOLED он черный. Поэтому потребление намного меньше. И такой экран в темноте смотрится более благородный. Поэтому я всегда отдаю предпочтение AMOLED-дисплеям. Тут же можно включить режим чтения. Цветовую схему. Яркий, насыщенный, стандарт. AMOLED-ы всегда были яркими и насыщенными дисплеями. Поэтому надо использовать эту функцию по максимуму. Также можно поменять цветовой тон, размер текста и частоту обновления, о которой я вам говорил раньше. Дисплей довольно-таки яркий и в солнечную погоду все отлично читается. Ну и так как это AMOLED, то всегда здесь присутствовать будет такая опция, как Always On Display. Называется он активный экран. То есть, когда экран у вас гаснет, то появляется какая-то заставка. Здесь в этом меню ее можно выбрать на любой вкус и цвет. И в течение 10 секунд она будет гореть, а потом будет полностью гаснуть. Вот так это работает. Смотрите. Все. Вот он появился. Always On Display. И где-то через секунд 10 он погас. Сам экран не имеет сильно скругленные края. Это плюс, потому что легко подобрать сюда любой аксессуар. То есть, защитное стекло, либо пленку. Ну а минус в том, что смотрится такой дисплей не так круто, как с закругленными краями, а так скажем, немножко допотопно. Изначально здесь, кстати, заклеена пленочка. Поэтому на первое время можно использовать его в таком виде, как он есть. За что все пользователи любили серию Redmi Note? За то, что у них хорошая автономность. Этот телефончик тоже может похвастаться этой опцией. Аккумулятор у него на 5000 мА. То есть, практически ничего не изменилось по сравнению с предыдущей моделью. Также присутствует быстрая зарядка на 33 Вт. И режим Turbo Boost. Подрубаем зарядник. И видим, что у нас пошла быстрая зарядка Mi Turbo Charge. Зарядка очень быстрая. Примерно от 0 до 100 это происходит за 1 час. То есть, пока вы собираетесь там на работу, чистите зубы, моетесь, готовите себе покушать. Практически у вас телефончик за это время зарядится полностью. И хватит на 1-1,5, а то и 2 дня работы. Все зависит от сценария. Есть пользователи, которые залипают целый день в смартфоне, в социальных сетях, делают фотографии, играют. Естественно, это будет один день. А есть люди, которые очень заняты, они используют телефон по назначению, пару звонков, посмотреть новости, проверить почту. То это время составит 2 дня, друзья. Это очень крутая автономность. И в этом плане телефончик прям очень годный. Что же касается производительности. То есть, сердца нашего смартфончика. За процессор отвечает Snapdragon 680, который построен на 6 нанометрах. За графику отвечает Adreno 610. Сам по себе процессор не супер мощный. Он, так скажем, в средней по мощности. Но основная фишка, что он работает по технологии 6 нанометров. А это означает эффективное энергопотребление и низкий нагрев. Этого в процессора за глаза хватает для повседневных задач. Гонял долго в игрушки и действительно он не сильно нагревается. Процессор довольно-таки холодный и руку он обжигать вам во время игр не будет. В Antutu бетчмарк он набирает 282 тысячи баллов. В Geekbench набрал в одноядерном режиме 384, в многоядерном 1584. И скорость памяти на чтение 976 мегабит в секунду, а на запись 643 мегабит в секунду. И все это благодаря очень быстрой памяти UFC 2.2. Что касается беспроводных интерфейсов, Wi-Fi работает отлично. Он двух диапазонный, есть GPS, также работает без проблем. Bluetooth здесь версии 5.0, поддержки 5G нет. Насчет NFC вы спросите, есть два варианта при выборе. Есть телефончики с NFC и без NFC. Поэтому кому нужен NFC, соответственно выбираем с NFC. Кому нет, просто берем обычную версию, как у меня. Что касается оболочки, стала доступна новая версия MIUI 13. И мало того, когда я телефон включил, она обновилась на 13.05, то есть на последнюю версию. Android здесь, к сожалению, 11.0, но думаю, что со временем все это дело обновится. Потому что у Xiaomi никогда не было проблем с обновлением. Оболочка простая, ничего нового нет. Работает все хорошо, плавно, удобно. Большой, огромный выбор всевозможной кастомизации. Можно изменить темы, обои. Здесь с этим прям вообще все супер. Интерфейс работает плавно, изношес добавили 90 Гц, а также возможность нарастить память. То есть у меня сейчас 6 ГБ оперативки и здесь написано плюс 2 ГБ. Что это означает, что в каких-то определенных режимах система расширит оперативную память на 2 ГБ. Понятно? Конечно, понятно. Я считаю, это очень крутая опция и хорошо, что она здесь есть. У меня версия 6 ГБ на 128, также бывают еще 4.64 и 4.128. Видео и фото возможности. Это очень интересная для меня тематика, потому что, собственно, я этим и занимаюсь. Нифига это телефон меня не удивил, но и, так скажем, не разочаровал. Хотя есть очень много непонятных и негативных моментов. Давайте подробнее. Вот так выглядит блок камер. Он не сильно выпирает это плюс. Когда мы одеваем чехол, то вообще получается, что даже чехол выше на 1 мм. И это хорошо. Если просто так вот положить смартфон, то он немножко вот таким способом у нас шатается, потому что блок камер находится сбоку. Кого-то это нравится, кому-то нет. Но сейчас такая тенденция, начали их устанавливать сбоку. Дизайн камер, в принципе, неплохой. Выделяется основной модуль на 50 мегапикселей. А эти 4 симметричных круглых выреза напоминают комфортки от плиты, которая у вас на кухне. Вокруг блока камеры есть хромированная такая окантовка. И смотрится это неплохо. Здесь гордо написано 50 мегапиксель и то, что поддерживается искусственный интеллект. Самое интересное, это, конечно же, основной модуль на 50 мегапикселей. Производитель этого модуля компания Samsung и Sochel. И он оснащен двойным фазовым автофокусом. Кроме основного модуля, здесь еще есть дополнительный ширик на 8 мегапиксель. И еще два 2-мегапиксельных сенсора. Один сенсор отвечает за макросъемку, другой за портретный режим. Ну и фронтальная камера здесь также от Samsung на 13 мегапиксель с фазовым автофокусом. Что сказать в целом про камер? Кроме 50 мегапиксель здесь больше ничего хорошо не снимает. По 10-балльной системе я оценил бы все это на 6 баллов. Наверное, я разбалован своим смартфоном OnePlus 9 Pro, который снимает просто замечательно. Поэтому мне тяжело судить. Сам интерфейс очень здесь простой. Здесь есть профессиональный режим, режим видео, фото, портрет и еще. То есть дополнительные настройки. Кстати, в этих дополнительных настройках есть ночной режим. Я его использовал. Не сказал бы, что он что-то улучшает. Хотелось бы, конечно же, видеть более хороший динамический диапазон. 50-мегапиксельная камера снимает довольно-таки хорошо. Конечно же, при хорошем освещении. Получаются прикольные фотографии. К ней у меня претензий нет. Если взглянуть в свойства на фотографию, сделанную этой 50-мегапиксельной камеры, то можно увидеть, что файл занимает 23 мегабайта. И разрешение 8160 на 6144 точки. Обычный фоторежим снимает с разрешением 12,5 мегапиксель. То есть это примерно в 4 раза меньше разрешения, чем у 50 мегапиксель. Ширик более-менее сносно снимает. Опять же, при хорошем освещении. Основная камера также. Ну а при двукратном приближении, конечно же, качество теряется. Потому что это не оптическое приближение, а программное. Также здесь есть HDR режим. Режим искусственного интеллекта. Если зайти в настройки, то можно включить таймер. Короче, разные приколюшки. Есть кинематографический режим, где появляются такие вот рамки, как обычно мы когда снимаем кино. Ну и вверху можно поменять соотношение сторон. Один к одному, три к четырем, девять шестнадцати и фулл. То есть на весь экран. Также здесь есть режим портрет. И можно изменять глубину резкости. То есть увеличивать силу размытия фона. Режим профи пригодится всем, кто любит сам настраивать камеру. Не полагаться на искусственный интеллект и на какие-то алгоритмы этой камеры. Единственное, чего мне не хватало, это такой же режим в видеовозможностях. Во вкладке еще можно найти режим замедленной съемки. Снимает она, правда, 720p. И сейчас вы можете увидеть пример этой записи. Про фотографии более-менее все сносно. Но когда я включил видеорежим, то вообще очень сильно разочаровался. Во-первых, здесь всего два варианта. 720p 30fps и 1080p 30fps. Я не знаю, у меня либо какой-то глюк. Но почему-то, когда я включил телефон, то была еще возможность 60fps. А потом телефон обновился и эта возможность исчезла. Такое ощущение, как будто это был какой-то страшный сон и я что-то пропустил. Я считаю, это прям пипец какой большой минус в нынешнее время. Я уже не говорю о режиме 4К. А именно про режим Full HD. Нету 60fps. Как так? У нас экранчик поддерживает частоту обновления 90 Гц. А камера не способна снимать 60 кадров в секунду. Пипец какой минус. Мне это очень сильно бесит. Также видео можно снимать в режиме макро. То есть очень-очень даже близко. Вот смотрите, я подношу. Запускаю. И прям очень близко могу увидеть все детали. Это мне нравится. Если отдалять, то все уже размыливается. Также мне не понравилось, что здесь нельзя переключать режимы. То есть смотрите, я переключаю режимы широкоугольный модуль, приближение и нормальный. Пока камера не запущена, эти режимы переключаются. Когда я запускаю камеру, все, у нас эта опция пропадает. Огромный минус. Еще один огромный минус, то что здесь нет оптической стабилизации. Она цифровая. Если в режиме этой основной камеры еще более-менее нормально. Но когда мы включаем фронтальную камеру, то пипец как плохо снимает. Никакой стабилизации нет. Ну а теперь я предлагаю оценить примеры видео и фото режимов, снятых на эту камеру. Итак, это тест камеры смартфона Redmi 11. Снимается в разрешении Full HD 30 фпс. Можете оценить качество микрофона. И как работает стабилизация. Она здесь электронная. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 Пока-пока!